Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать, как сделать заказ на сайте iHerb. Как правильно выбрать товар, как положить пробники в себе в заказ, зарегистрироваться, выбрать нужную доставку и в принципе оплатить. Если такое видео вам интересно, оставайтесь. Давайте приступим. В первую очередь я столкнулась с такой ситуацией, что многие люди хотят сделать заказ на сайте iHerb, но они не знают, как правильно его сделать. Если человек не владеет совершенствой компьютером или не знает иностранного языка, он может путаться, теряться, ему будет довольно сложно, поэтому сегодня мы пошагово вместе с вами разберем каждый шаг, скажем так, при заказе и вместе с вами сделаем заказ. Сразу же вам рекомендую, если вы не знаете английского языка, открыть рядом с сайтом iHerb вкладочку с переводчиком. То есть мы просто в гугле пишем переводчик. Первый же сайт, который нам выдает translate.google.ru Мы его выбираем, смотрим, чтобы текст ввода был русский, текст перевода был английский. Возвращаемся на нашу ссылочку iHerb. Смотрим. Если вы не зарегистрированы пользователи, в принципе, не заходили на эту ссылку, то, скорее всего, вам выдаст вот тут вот большое окошко, где будут представлены разные варианты языков, которыми вы хотите пользоваться на этом сайте. Русский язык будет первый или второй, я не помню. Но даже если вам эту табличку не выдал компьютер, вы можете просто вручную поменять язык всегда, при любых обстоятельствах. Просто заходите вот здесь и нажимаете русский. Как вы видите, сайт перевелся на русский язык. Сразу говорю, этот язык не будет литературный. Это будет просто такой прямой перевод при помощи переводчика. Но вы уже сможете разобраться, что тут, как и к чему. Сайт собой представляет набор продуктов. Вы можете их отсортировать, выбирать по алфавитке. То есть, если вы знаете, какой вам нужен бренд или какой вам нужен конкретно товар, вы можете выбрать его при помощи буквы первой в его названии. Либо вы можете выбрать вот такие вот всплывающие иконки, где вы совершаете выбор, опять же, того, что вам нужно. Допустим, если мы выбираем товары для красоты, и нас интересуют товары для волос, мы выбираем волосы и кожа головы. Если нас интересует шампунь, мы можем сразу выбрать шампунь. И также вот такие вот иконки. Тут вы можете выбрать тоже, допустим, крема или товары Superfoods, либо средства какие-то от депрессии. Надеюсь, ее никого нет и все здоровы. Также внизу у вас идет перечень каких-то акций. Приветствия русскоязычных, русскоговорящих покупателей. И, как правило, сразу же вот здесь высвечивается какая-то акция, которая действует на нынешний момент. То есть, сейчас у нас выходной день, суббота, и у нас есть предложение для выходных, дополнительная скидка 10% на заказы от 40 долларов. Это интересно. Дальше мы хотим, допустим, заказать кокосовое масло. Но мы не знаем, какого бренда и какое масло. Мы можем прямо здесь написать на русском языке кокосовое масло. Но так как сайт этот вариант русский переведенный, скорее всего, вам выдаст все средства, которые есть на этом сайте, с содержанием кокосового масла. Поэтому я рекомендую вводить все-таки то, что вы хотите, на английском языке. Для этого мы воспользуемся соседней вкладочкой переводчик. Пишем на русском языке кокосовое масло. Переводчик нам переводит. Мы копируем это словосочетание. Возвращаемся на ссылочку iHerb. И вот тут в поисковик вставляем наше словосочетание. И нажимаем либо Enter, либо увеличительное стекло. И вот нам выдает все кокосовые масла. Конечно же, все равно сюда добавляются какие-то мыльца. В принципе, идет перечень кокосовых масел. Вот мы можем переходить по страничкам. Если вы видели мое видео об уходе за тонкими и редкими волосами, я говорила, что рекомендую вот это масло. И вот это масло зелененькое лучше, чем такое же масло красненькое. Это мы можем видеть по его каким-то свойствам, если мы им воспользовались, по его описанию данным. Но также это мы можем видеть по его рейтингу и отзывам. Вот здесь у нас находятся звездочки. Это рейтинг товара. В принципе, рейтинги у того и у того масло хорошие. Это более 4 звездочек. То есть 4,6, 4,8. Но вот эта цифра, это означает, сколько людей оставили свой отзыв. То есть мы видим, что тут свой отзыв и звездочку, сколько, неважно, звездочек, поставило 481 человек. А здесь 1084. То есть тут более чем 2 раза людей поставили звездочки. То есть высказали свое мнение о данном продукте. Естественно, более чем 2 раза людей попробовали этот продукт. Значит, его выбирают чаще, чем вот этот. Поэтому если мы делаем выбор между ними двумя, то лучше взять вот этот. Ну и также это масло первого отжима, а это масло не первого отжима. Но если вы сравниваете два одинаковых продукта, и тот, и тот первого отжима, то берите тот, у которого выше рейтинг. Что мы можем увидеть в отзывах? Мы заходим либо в сами отзывы сразу, либо просто заходим в продукт. И мы видим вот эти отзывы. Кстати, их видите не 1084, а 1132. Нажимаем на отзывы. У нас тут идет весь список отзывов. Вот эти вот русские, там где выбрано, это не переведенные отзывы. Это отзывы русскоговорящих людей, которые их написали. Мы можем почитать отзывы людей, которые поставили 5 звезд, то есть самые положительные, нажав вот на эту цифру 887. Мы можем почитать отзывы людей, которые поставили одну звезду, нажав на вот эту цифру 11. Тут, кстати, очень жалобы. Всего 11 жалоб, но все же жалобы на то, что посылка не дошла. Сразу скажу, проблема не в сайте iHerb. Сайт iHerb все делает очень правильно. И это сайт с международным именем международный. И тут никаких надувательств и кидалов быть не может. Почему посылки не доходят? Потому что, если вы выбираете дешевую доставку, особенно если это дешевая доставка по России, то есть почтой России, скорее всего у вас могут возникнуть проблемы с доставкой. Так как почта России доставляет товары очень долго, они теряются, они могут идти к вам в несколько месяцев и прийти в черти каком состоянии. С почтой Украины такого, как правило, не происходит. Во всяком случае, я еще ни разу не слышала, чтобы у кого-то с почтой Украины, с сайта iHerb что-то потерялось. С почтой России такое бывает часто. Поэтому дальше мы поговорим о доставках. Я вам скажу, какую доставку лучше выбрать. В общем, мы выбираем вот это кокосовое масло. Добавляем его в корзину. Также в корзину, сейчас я вернусь назад, просто вам покажу. Мы можем его добавить прямо здесь. Можем зайти на него, добавить его здесь. Ниже, если поскролить страничку, мы видим описание этого масла. То есть, обзор продукта, какие ингредиенты входят в состав. Мы видим, что это 100% органическое масло первого отжима. Кстати, если у вас не переводят все, вы можете, если у вас установлен переводчик уже автоматом, вы можете отключить русский, выбрав английский язык. Если у вас установлен переводчик, у вас высветится вот такая вот полосочка. И у вас программа спросит, хотите перевести ее. Нажимаем перевести. И тогда на самом деле переводится вся страница, и у вас не остается никаких непереведенных слов. Ну, сейчас нам это не нужно, поэтому мы выбираем все-таки российский язык. Дальше пробнички. Мы хотим добавить какой-то пробничек. Мы заходим вот в эту вкладку в пробнички. Раньше, кстати, это были подарки. Они были бесплатные. Буквально недавно, я не знаю, неделю назад, или сколько они стали платными. И вот мы смотрим список пробников, которые предлагает нам сайт. Допустим, я хочу заказать себе вот эти патчи, которые обычно стоят 3 доллара 95 центов, а сейчас мне их предлагают за 50 центов. Я их добавляю в корзину, то есть также могу почитать отзывы и так далее. В общем, мне подходят, я их уже пробовала. В общем, как экстренная помощь может быть. Добавляем их в корзину, видим, что они получатся 50 центов. В общем, смотрим. Так как заказ у нас первый, мы не зарегистрированы пользователем, нам сразу же сайт предоставляет 5% скидку. Если мы закажем на 40 долларов и больше, мы получим 10% скидку. Также практически все блогеры, которые рассказывают о сайте iHerb, оставляют под своим видео код на скидку 10%. Допустим, перейдем на мое видео. И вот под моим видео, если развернуть информацию о видео, видим, я пишу код для скидки 10%. Это вот такой вот. То есть мы его копируем. Извините, у меня просто открывается, как у владельца страницы. Ну, в общем, мы скопировали этот код. И вот здесь вот я его уже вводила. Вот это он. У вас будет просто окошечко, где будет написано введите код, вы вводите этот код и также получаете 10% скидку. Далее, ниже, вы выбираете страну, в которую вы хотите оформить доставку. Я хочу, я из Украины, хочу оформить, конечно же, в Украину. Выбираю Украину вот в этом списке. И нажимаю рассчитать. Я вижу, что вес моей доставки 0,66 кг. Доставка есть трех видов. Она отличается по стоимости, по максимально допустимому весу и по максимально допустимой сумме заказа. Допустим, для Украины есть доставка службы доставки DHL, которая самая надежная, которая приходит буквально через 5 дней, через 7 дней к вам уже домой, прямо привозят. Есть также доставка международной авиапочтой без отслеживания и есть доставка международной авиапочтой с отслеживанием. Чем отличаются вот эти две доставки? Если вы берете доставку с отслеживанием, сайт Ахер присылает вам некий трек-номер. Вы заходите на сайт, где можно трекать свои посылки, вводите этот трек-код и можете видеть, где находится ваша посылка. в какой она стране, на какой она стадии и так далее, тому подобное. Вот эти вот цифры, они не фиксированы, они могут отличаться в зависимости от веса вашего заказа. Естественно, почему сейчас я могу выбрать любую из доставок? Опять мне почему-то выдают, так как выбрали русский язык, выдают Россию. Мне нужна Украина. Смотрите, если вы выбираете доставку за 4 доллара, ваш заказ должен по сумме не превышать 80 долларов и по весу не превышать килограмм 800. То есть, если он 2 килограмма, вы же эту доставку выбрать не сможете. Если вы выбираете доставку за 8 долларов, то ваш заказ тоже не должен превышать 80 долларов и вес его не должен превышать 2 килограмма 720 грамм. То есть, если у него 3 килограмма вес, вы тоже не можете выбрать эту доставку. И самая дорогая доставка, и самая надежная, допустим, DHL, она предоставляется на товары стоимостью до 350 долларов и весом до 10 килограмм. Я заказываю одно масло, я за него особо не переживаю и выбираю себе доставку, допустим, за 4 доллара. Опять Русская Федерация. Вот. Если я выберу, допустим, уже потяжелее, там 3 вот этих масла, то, естественно, вес у меня увеличится. Опять Русская Федерация. Ну, что ж такое. И мы уже видим, что, так как вес у меня до 2 килограмм, вот эту доставку я уже выбрать не могу. И вот эта доставка мне уже обходится не в 8 долларов, а в 12. То есть, так же, как и это было, по-моему, 22, стало 28. То есть, о чем я вам говорю, вот эти цифры не фиксированы, они меняются. Поэтому смотрите, играйте, добавляйте. Точно так же, если у меня заказ превышает 40 долларов, мне уже предоставят не 5, а 10 процентов скидку. Ну, мне это не нужно. Мне нужно одно только масло. Я меняю количество. Опять, русская федерация. Прям какая-то навязчивость, честное слово. Выбираю международную авиапочту за 4 доллара. Тут мы можем выбрать, опять же, валюту. Допустим, гривну. Можем выбрать доллар. Неважно это. Мы просто хотим посмотреть, во сколько нам обойдется наш заказ. Деньги с карты у вас будут сниматься по национальному курсу. То есть, мой заказ на 14.82 минус 7.45 скидка плюс стоимость доставки 4 доллара. Это общая стоимость заказа 11 долларов. В гривнах мне обойдется это в 135 гривен 11 копеек. В общем, если ничего больше я не хочу выбирать, я нажимаю к оформлению. Дальше у нас появляется вот такое вот окошечко. Нам либо нужно ввести уже зарегистрированные данные, либо ввести новые. Допустим, мы не зарегистрированные пользователи, нам надо зарегистрироваться. Допустим, я дичигел, я ввожу ди там и мой электронный адрес ди собака gmail точка ком. Мне нужно скопировать этот адрес еще раз. Я ввожу еще раз адрес своей электронной почты, адрес вымышленный. Я ввожу пароль, допустим, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше мне компания предлагает либо получать информацию о каких-то акциях, спецпредложениях, скидках, новых товарах, либо нет. Я говорю нет, я не хочу получать и нажимаю создать. Дальше у нас выходит вот такое окошечко, где нам нужно ввести данные о доставке. В принципе, вы можете ставить как мой адрес доставки по умолчанию, это значит, что программа в следующий раз будет выбирать этот адрес для доставки, но вы сможете всегда его поменять, это не проблема. И точно так же вы устанавливаете его как платежный адрес. Допустим, мое имя Ди, а фамилия Чи. Адрес пишем, не знаю, я нахожусь в Киеве, пишем там улица Крещатик, 17, квартира 5, отлично подходит. Город Киев, да, тут мы уже пишем город, опять же, если вы не знаете, как пишется правильно, воспользуйтесь с переводчиком на английском языке Киев-Сити и самое главное это правильно указать индекс. То есть, там оставляем, допустим, индекс 0,11, там 0,11. Выбираем страну, в нашем случае это Украина, и номер телефона, там ля-ля-ля, все нули, замечательно. Все, мы ввели все данные, нажимаем продолжить. Дальше программа запрашивает ввести данные по кредитной карте. Допустим, мы выбираем, вводим номер нашей карты, выбираем, что это виза, срок истечения карты, не знаю, пятый месяц, там, 18-го года, имя на карте Дичи, да, допустим, и вводим номер, который находится, компания уже позаботилась и нарисовала, где, то есть, это с другой стороны платежной карты, под магнитной лентой у нас находимся, номер, да, допустим, там, 1, 2, 3. Все, и нажимаем продолжить. Ну, так как номер карты неверный, нам ничего не выдаст, но извините, номер своей карты я вводить не буду. Дальше компания выставит нам счет, спросит подтвердить, мы нажимаем подтвердить и заказ будет подтвержден. У вас тут же снимутся денюжки с карты и вам на почту придет список с товарами, которые вы заказали, также номер вашего заказа и любая другая информация. Хочу сказать по поводу какого-то там мошенничества, еще чего-то, сайт iHerb, это сайт с международным именем, никаких таких ситуаций не может быть. Все, что может происходить, если тот, кто доставляет вам вашу посылку не очень надежен, да, как, например, почта России, то вы можете просто не получить свою посылку. Но тут нет абсолютно вины сайта iHerb, все претензии к почте России. В принципе, это все. Процедура довольно простая, поэтому я желаю вам удачных покупок. Я надеюсь, вы не запутались. Я надеюсь, я вам помогла и вам было понятно. Если у вас есть какие-то вопросы еще задавать, я обязательно помогу, обязательно расскажу. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok